Приветствую вас, дорогие мои, с вами Жанна Фетисова. Сегодня мы будем вместе делать вот такой зеленый макияж. Мне очень нравится этот оттенок. И это вторая часть видео с трендовым зеленым макияжем, в который мы еще говорим о детях. Я же самую румяну сейчас буду в качестве переходного оттенка пушистой кисточкой вот сюда вот складочку века чуть-чуть наносить. Этот акцент румян где-то еще, кроме как на щеках, будет связывать воедино все цвета, которые вы используете в дальнейшем в своем макияже. Это хороший трюк, который очень часто используют визажисты. Ну, как я вижу, да, по их видео, по их рекомендациям, они либо в последний момент добавляют немного румян, либо вот так же, как я сейчас делают в качестве такого вот растушевочного цвета, на котором дальше уже мы будем затемнять складку века. Вот так, видите, он очень естественный, натуральный такой оттенок. Они такие бежево-розовые, персиковые больше, да, они просто на несколько тонов темнее, чем... Как человек экономный, выложила тень из палетки, которую выбросила, та Тейвен замучила ее уже лет, наверное, 10 ей пользовалась, но вот они единственные, которые выжили в такой нейтральный оттенок. Поэтому сейчас чуть-чуть буду более глубокую складочку делать, немножко, вот так. Я заметила тот факт, что в основном даже и мамы, да, вот, естественно, сравнивают своих детей с какими-то чужими, причем сравнивают больше даже те мамы, которые сами не добились никакого успеха. Ну, вот так я заметила, что, например, мама ничего не делает, да, ну, вот, не работает и вообще не собирается работать, и ничего ее не интересует в жизни. И при этом она, допустим, там, своего сына штудирует бесконечно каждый день. Вот видишь, вот этот добился вот этого, вот этот вот этого. Мне кажется, что все-таки самое главное – это дать определенную позицию, то есть показать своим примером, что нужно делать. То есть если человеку лень поднять попу и что-то сделать в своей жизни, не получить какое-то образование, там, дополнительное, или вообще даже у некоторых нет никакого образования, просто потому что не хочется. Все, муж работает, муж зарабатывает деньги, и, как бы, ей ничего не нужно. Абсолютно не осуждаю таких женщин. Это их право, если они нашли себя в этом. Но при этом осуждать своих детей за то, что они что-то могут, что-то не могут, это, конечно, ужасно, на мой взгляд. Это просто против всех правит. То есть это как объяснять детям, что вредно курить, при этом курить самому по 5 пачек в день. Ну, это, конечно, бред. И оттенок румяна я добавляю вниз, все те же самые цвета складываю по очереди на нижние века. Буквально чуть-чуть. Беру зеленые тени в номере 3040 от Ardeka. Видите, какой красивый цвет. Сейчас он очень моден, кстати говоря, но я люблю зеленые, я хорошо отношусь вот к таким оттенкам. Я возьму вот такую вот плоскую прям кисточку и буду наносить на все подвижное веко, оставляя только вот самый уголочек не с перекрытым цветом. Смотрим, как он будет. Сильно сыпется или нет. Да, видите, сыпется. Ну, ладно. Ничего страшного. Потом вытрем. И немного вверх. И будем растушевывать. Так, я беру ту же самую кисточку с остатками теней. И немножко вот эту вот верхнюю границу сглаживаю. Увожу, не видите, немножечко границу увожу чуть выше складки, чтобы глаз казался чуть больше. В уголок немножко добавим. И немного растушевываю все границы. И остатки на кисти переношу на нижнее веко буквально чуть-чуть. И верхнюю границу буду заполнять вот этим цветом. Это Атрелуи, 11 номер. Они у меня тоже в моем проекте. Как такие тени, которыми я очерчиваю весь макияж, либо делаю базу. Ну, поскольку сегодня у нас с вами была база кремовая, чтобы поярче, да, смотрелись основные тени. Сегодня мы их используем только вот здесь. Сглаживаю вот этим полупрозрачным бежевым цветом все неровности наверху. И чуть-чуть обновляю консилер. А во внутренний уголок глаза, который у нас с вами, видите, остался незаполненный, я буду класть немного вот таких вот бежево-абрикосовых теней от Essence. Кстати говоря, странно очень, такой пробничек мне прислали. На самом деле это помада, не помада. Как это называется? Пудра для губ. Вот. Ну, конечно, это не работает на мне как пудра. Ну, вот, смотрите, что это за пудра. Но я не понимаю, что это. Поэтому я использую их как тени сухие. Немножечко светится, но буквально чуть-чуть, совсем немного. Поэтому вот эту вот самую границу перехода я ими немножко сглаживаю. Вот так получается. Сейчас сделаем второй глаз и вернусь к вам. Вот такой вариант у нас с вами получается. Что-то уже выкристаллизовывается, да. Вообще зеленые, синие оттенки довольно сложные. Их нужно правильно уметь наносить. На мой взгляд, вот этот вариант, он не такой сложный. Я предпочитаю сделать, если уж я делаю яркий макияж, то уж потрудиться немножечко потушевать. Несколько таких вот пушистых кисточек я приобрела специально. Они вот такие, некоторые двойные с более такой маленькой, видите, набивочной, которую в уголок может положить, а некоторые просто вот одинарные. Такие вот пушистые, они хорошо растушевывают. Мягко я и держу их чистыми, стараюсь вовремя приводить их в порядок. Чтобы взгляд был более свежий, такой блестящий хайлайтерный оттенок перламутровый положу в самый-самый уголочек глаза, вот сюда. Теперь сделаю небольшую стрелочку от серединки глаза. Буду использовать вот такую вот подводку, вот в этот ватт, она абсолютно черная. Дальше я обычно делаю вот так полосочку. Ну, просто она получается тоньше, если делать в эту сторону. И потом уже закрашиваю треугольничек. Сейчас, когда подводка засохнет, уголочек самый внутренний я немножко растушую, сделаю его более тонким. Надеюсь, вам видно хорошо. Так, полосочку. И потом уже рисуем из нее треугольник. Далее обычно вот этот самый кончик, я так чуть-чуть как бы затушевываю, чтобы он был очень плавный переход стрелочки. Вот так. Вот она попадает на зеленый, и поэтому остатками зеленого я этот кончик и делаю более тонким. Базу вначале использую. Для меня, как для педагога, вопрос поддержки детей – это уже давно решенный вопрос. Я вижу, что дети, которых поддерживают в семье, которым говорят об их достоинствах, не просто так, ни за что, он там плохо помыл полы, или вообще их не помыл, или вообще не собрал игрушку, и ему говорят «молодец». Нет, конечно, нет. Конечно, нужно понимать, за что хвалить, за что не хвалить. Но если есть за что похвалить, я считаю, лучше похвалить, и особенно девочек. Мальчикам тоже нужна поддержка. Это во-первых. Во-вторых, нельзя, на мой взгляд, это на мой взгляд, нельзя говорить, особенно мальчикам, нельзя говорить, что нельзя плакать. То есть ребенок имеет право выражать свои чувства. То есть понятно, что мамам не хочется, чтобы ребенок орал, да, на улице, и это как бы для нее стыдно и неприятно. Но если ребенку действительно что-то обидно, он никак не может добиться от нее никакой помощи, поддержки. Вот я тут уже, видите, всю себе базу перепачкала, потому что я когда использовала подводку, запачкала реснички, теперь запачкала всю себе базу. Надо будет сейчас кисточку отнять. Я наблюдаю, вы знаете, очень часто такую картину, когда мама идет и не хочет даже разбираться, по какой причине ребенок плачет. Она просто либо, ну, мама просто вообще либо игнорирует, то есть совершенно игнорирует. Это тушь у меня от Белль. Либо орет на этого ребенка, хватает его, там тянет, естественно, ее раздражает или ей стыдно. Ну, причины могут быть разные, и я могу ее понять. И у меня тоже такие ситуации бывали, когда дочка была маленькая, и мне тоже не всегда хотелось приседать к ней на уровень глаз, да, вы знаете, что так надо сделать, присесть на уровень глаз, чтобы ребенок чувствовал себя наравне с вами, чтобы он понимал, что вы говорите, слушали, его внимательно выслушали, по какой он причине плачет, и спокойно объяснить, особенно если вокруг люди найти какое-то место, где можно сесть и поговорить, вплоть до того, что сесть на асфальт. Потому что, ну, действительно, очень важно, чтобы ребенок не истерил, нужно научиться уметь его успокаивать мирным путем. И если вы хотя бы один раз попробуете не орать, допустим, да, ну, я надеюсь, вы так и не делаете, но тем не менее. Вот мне всегда хотелось сказать это мамам, которые хватают ребенка чуть ли не за волосы и тащат его по улице за собой, крича на него. Конечно, раздражает, ребят, ну, неужели я не понимаю? Конечно, раздражает. Вы знаете, как меня раздражала группа из 30 человек, детей 5 лет, вы представить себе не можете, но нужно было каждый раз научиться найти подход, их достоинства, понять заранее недостатки, выучить их и научиться их выводить быстренько из этого состояния, когда они просто ревут, потому что они устали, или потому что они ничего-то не хотят делать, или потому что им просто некомфортно без мамы. Это тоже нужно разобраться. Мне, конечно, в ужасе все время таких мам, которые, не разобравшись, сразу кричат на ребенка или еще хуже при всех его бьют, наказывают. Ну, надеюсь, что вы так не делаете, но если делаете, подумайте, пожалуйста, что это, конечно же, неправильно. Это не выход. В итоге ребенок будет очень неуверен в себе. Потом многие дети становятся просто очень жестокими в школе, и мы не можем понять, что же происходит, почему они бьют других, просто потому что к ним вот так относятся дома. Так, ну что, у нас с вами макияж почти готов. Сейчас, кстати говоря, видите, родинка. Вообще место такое неожиданное. Так, ну вот видите, я припудриваюсь с пудрой, все равно у меня есть блеск на лице. Это естественный блеск, хотя сейчас не использовала даже никакой хайлайтер. Последний штрих. Очень хабана в цвете Петал. Натурального цвета такую вот помаду буду наносить, чтобы не отвлекать уже внимание от глаз. И этот цвет хорошо перекликается с цветом румян, который мы использовали также в нашем макияже глаз. Поэтому будет дополнять макияж. Я намеренно не обвожу никаким карандашом губы специально для того, чтобы был такой вот более естественный вариант, чтобы не привлекать внимание губам, если уже яркие глаза. Взгляд, и так уже достаточно, да? Больше не будем ничего добавлять. Может быть, даже еще чуть-чуть матовости нужно даже добавить. Ну, вот видите, все равно сквозь даже сильно матирующую пудру у меня проглядывает настоящая кожа, потому что я не делала очень плотное покрытие. Все равно будет видно. И все равно, видите, блеск, он будет виден кожа. Хотя она у меня совершенно не жирная. И на этом все. Любите, пожалуйста, ваших детей. Обязательно их поддерживайте. Конечно же, вы знаете их недостатки. Но, тем не менее, больше оказывайте им всегда поддержки. И тогда точно вы увидите результат гораздо больше, нежели когда вы будете сравнивать их с другими более успешными детьми. По крайней мере, это мое мнение. Делитесь, пожалуйста, по поводу этого в комментариях. Я буду вас ждать там. Спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока!